И снова здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы показываем демонстрацию, такую экспресс-метод телесно-населенных практик, когда мы настраиваем ось теотерапию, всю вот эту ось человека, в данном случае девушки, вы с прекрасным видем, Злата, начиная с физиологии, то есть устраняем физиологические блоки в теле, потом выравниваем костную структуру позвоночника, от нее, как известно, идут нервные окончания во все внутренние органы, то есть они уже автоматически будут настраиваться, и на этот позвоночник насажены у нас чакры энергетические, которые вписаны в пространство и формируют некоторый кокон, ауру вокруг человека. То есть сегодня будет и энергетический массаж, или что это такое? Это как бы ось теотерапия, когда мы выравниваем, гармонизируем всю эту ось, и соответственно все настраивается, и энергетическое тоже, да? Отлично! Что, естественно, влияет, еще раз повторюсь, для тех, кто может быть не в курсе, это влияет на все стороны жизни человека, то есть это гармоничное отношение с мужчинами, с начальниками, с детьми в семье, это удача просто прет, руки к рукам липнут деньги и так далее, то есть это будет на все аспекты жизни сказываться. Это гармонизация по сути всех аспектов жизни, да? Да, да, да. Гармонизация. Вот, и примерно через пару лет, через месяц ты мне расскажешь о результате, что у тебя получилось. Отлично! А по ходу всей работы я постараюсь вам достаточно четко и конкретно описать то, что я чувствую. Чувствую не только физически, но и энергетически. Ты рассказывал, я сразу подключаюсь. Энергетическая техника в данном случае бесконтактная, но я просто проверю, где есть некоторые, может быть, блоки. Вот, очень чувствую вот руку сзади, такое прямо тепло поднимается. И вот сейчас на уровне где-то между лопатками. Вот я не чувствую руку самую, я чувствую тепло. Ну, видишь, оно, вот я сразу настраиваю, оно сразу уже потихоньку. Да, да. Снизу вверх, вот сейчас до выхода дошло. И вот это реально чувствуется. Прямо я начинаю... Не становится жарко. Вот, это такая небольшая диагностика, но на самом деле вот пол шага. На самом деле, давай еще проверим спинку твою. Прикоснись к ключицам и подбородкам. Я тебе немножко встряхну. Расслаблю позвоночник. Вот тут есть небольшое искажение от правого. Позвонок шестой ширины. С6. Вот. Разгрузить позвоночник, потечет ликвор. Ликвор это такая жидкость, знаешь, да? Нет. Которая, собственно говоря, купается в наш мозг позвоночника вместе с черепным мозгом. И вот очень важно, если в нем есть какая-нибудь доза давления, несколько микрон изменилась, да, вверху или внизу, то это сразу влияет на наше самочувствие. А, то есть если вот эта жидкость не перетекает? Да, да. Ой, то у нас становится плохо. Нет, не может давление измениться. Это не я и там вот это черепное давление. Вот сама ничего не делай. Просто-таки я давай подбрасываю немножко вот так. Так, выдох. И так падаем немножко у меня. Вот, терпимо. Так, поворачиваем. Поднимаем левую коленку, левую, левую, левую. Вверх. И смотрим по исположим в сторону. Вот. Девушка достаточно гибкая. Молодец, у тебя хорошо работают все суставчики, шарниры. Так, выдох. Подвесели немножко. Еще раз говорю, в данном случае это просто демонстрация. На самом деле, с каждым клиентом идет работа индивидуальная. И бывают случаи и сложные, и легкие. Всегда по-разному. Правая коленка вверх. Ага. Понимаешь, поместим. Вот уже так тут немножко, да? Встала на место, почувствовала? Да, встала на место. Встала на место, да. Встала на место, ну вот в верхней части, да. Прям чувствую, что и в верхней, где-то там, в серединочке тоже что-то такое. Произошло хрустящее. Не скажу ребят, что это очень-очень приятно. Это терпимо. Особенно с непривычкой. Да, особенно с непривычки. Оно как-то. Просто расслабляйся. Ну и самое главное, мастеру, специалисту вы должны доверять. Иначе непроизвольно может сподмироваться. Некоторые участки, но это все по-правильному, все уходит. Еще раз. Так, теперь руки в замок на шее. Подбородком касается ключицы, локти вперед. Налекать. Подожди пока. Вот, заугалируешься на меня, падаем. Не, не сильно, не сильно, всем телом. Ноги держи, просто падай. Повыше руки, большие пальцы вокруг черепа. Все, немножко могли потянуться мышцы. Да, потянулись мышцы. Да. Ну это сейчас все пройдет. Да. Вот, и теперь начинаем непосредственно пробивать каналы. У тебя, кстати, левая рука, ты говоришь, сильно энергетическая, да? Она так, на прием или на отдачу? Ну вот, на прием. Да. Давай на прием, поразбрашиваем наверх. Сейчас просто почувствуешь, как мы отключимся. Вот, пошло, чувствуешь? Угу. Ну вот, я чувствую сейчас, знаешь, как она просто постепенно, на самом деле. она постепенно в теле, то есть рука вверх поднялась уже, а моя рука постепенно все еще ощущает вот это течение энергии. На тело быстрее реагирует. Все руку может пускать. Да, да, да. Можно говорить просто, как, знаешь, как регистратор регистрирует, что там кто-то, там кто-то. А я внимательно прислушиваюсь к своему телу и к своему ощущениям. Ну, как бы левая рука сейчас по ощущениям, да, которая была под крючком, она чувствует себя по-другому, нежели правая. То есть вот левая рука, она как будто немножко потешелела. То есть вот какое-то такое произошло интересное ощущение. А правая рука, вот сзади, когда я начал делать вот это вот рукой, да, стало жарче, теплее прям. начинаю немножко по спине как бы капельки пота начинают вот так образовываться. Угу. Так, 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 а мы уже пошли. Очень прикольно. Мне, конечно, хочется говорить ее в то же самое время, пытаясь все прочувствовать, а потом высказать. А она все так быстро меняется. вот этой рукой, да, вот эту шестую чакру, которая нам был, да, третий глаз. Я очень-очень сейчас почувствую перед ней рукой свое тело. Так, а сейчас на меня, по-моему, подышали. Что это было, я так и не поняла. Дыхнули, дыхнули. Дыхнули в левое ухо. Так. Очень, тело как будто, вот я вам сказала, знаете, тело как будто немножко стало тяжелее. Как будто тяжелее. Немножко. И вот чуть-чуть подкруживается голова, но это может быть еще связано с, ну, с коррекцией под позвоночником или что такое. А сейчас мне дышат на ноги, друзья мои. По-моему, было так. Может быть, я ошибаюсь. Что-то такое. С ног, с ног, да, поднимаем энергию выше. Вот она вся уже формирует такой единый столб. Ага. И идет прокачка через меня. Ну, кстати, а вы знаете, вот он, кстати, одну руку поднял когда-то, да, начал говорить прокачку. У меня ноги сами по себе, вот вам не видно моих ног, да, но у меня нога, одна правая нога стала как бы прям автоматически пошла, видимо, за это, за всем этим процессом. Ноги вот на ширине плеч сами встали. То есть вот, видимо, нужен какой-то, не знаю, какое-то пространство. Открыться больше, да? Да, видимо, пространство нужно какое-то. Почему так происходило? Потому что я стояла, у меня ножки вот так, близко-близко были. А теперь мне ноги сами автоматически на ширине плеч. Вот, голова задышала, сейчас седьмая шакра у тебя активно работает. Вот и прикольно, знаете, какое ощущение такое, что как будто тела моя вытянулась, как будто я выше стала. Вот как будто реально меня вот так и вытянули. Да, оно сейчас вытягивается, потому что энергия как жгут, оно пронизывает твое тело и идет одна струя вверх, другая струя вниз. Но я все-таки чувствую, что как будто снизу оно вот вверх это уходит. И почему-то оно так и должно снизу вверх идти. То есть оно не должно здесь, на мне оставаться, да? Оно как бы туда должно утекать вверх. Я тяну вверх, да. А. Я все тяну вверх сейчас. Вот так, снизу вверх. Так, и немножко поможешь мне руки к груди. Вот так. И как будто бы дышим. Это чакра дыхания, да? Этим помогать. Швели, вдох, выдох. Еще раз вдох. Сердечная чакра анахата, она сейчас напитывается, наполняется. Еще раз говорю, что это экспресс-метод. Поэтому, на самом деле, работа еще глубже идет. Вот мы ее расширяем до размеров. Но у меня прямо такое впечатление, как будто мне хочется очень смеяться. С одной стороны. Да. А с другой стороны. А у меня как будто, знаете, как будто долго-долго не было кислорода в голове. А сейчас его так много становится, что... Как будто вот... Что мы уже дополнили в секунду. Кислородный коктейль такой, знаете. Как будто... Из бани... Из бани я вышла, на морозец такой. И прям дышу. Вот это я. Да, да, да. В данном случае я являюсь проводником. Ментором. Я просто помогаю, как катализатор. Используем, естественно, твою энергию. Тебе от шестого чакры. По центру. Вот, друзья мои. Мне, конечно, очень еще интересного слышать, что чувствует мастер. У меня прямо закружилась голова. Очень активно. Да, прямо закружилась. Но я подробно для себя не скажу. Но во мне ходит энергия прям вот как бы единым каналом с тобой. Мы слились на некоторую такую струю. Теперь вверх. Сейчас вверх. Остываешься. Все можно... Напитываешься снизу вверх. Выдох, вверх, вверх. 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 Вот. А у мастера, мне кажется, тоже идет состояние какое-то чего-то интересного. Потому что иногда руки так вибрировали, видимо, от конкретной насыщенности энергии собственной и космической, да? Да. Да, да, да. Ты права. И теперь я сформирую, а точнее напомню весь твой кокон, какую-то ауру. Ты можешь также продолжать дышать без рук, просто без рук, энергетическим дыханием. Чувствую все свои чакры тоже. Но это получается, что вот сейчас ты и ауру чистишь, да? Вот это как-то называется. Да. Почистили мы ее быстро. Вот сейчас мы ее наполняем. Она приобретает совершенно другую плотность. Она получается как-нибудь такой защитный твой скафандр. Мы ее наполнили, да? И теперь ее что? А что такое вот защита энергетическая? Это вот тоже в этом же, да? Происходит процесс? Это воздействие извне то, что вот. Ну, все мы знаем, антритические вампиры, да? В метро, в толпе, на рынках, да? А вот после этого? Что-то происходит? А после этого? Что-то происходит? А после этого? Если ты сознательно ее будешь сохранять, вот это ауру, да? Вот это ауру, да? То есть, все, вот весь этот негатив, ну, может даже случайно поцелить глаз. Никто не прилили. Да, они все будут летать. А, то есть, друзья мои, и вот запомните, после того, как вам Олег сделает вот энергетическую коррекцию, после сеанса, да? Вот, удержите его в своем внимании максимально долгое время. Вот это состояние. Просто почувствуйте его полностью и душой, и телом своим, и зафиксируйте его. Даже, наверное, можно закрыть глаза. Вот. Вот это состояние. Мне просто тяжело одновременно и чувствовать, и говорить, и какое-то понимание. Да, вот это состояние, его надо запомнить. И... Вот, значит, очень плотная, золотистая оттенка. Золотисто-белая. Злата, значит. Видите, как... А, вот это злата, точно. Твой цвет, родной. Твой родной цвет, вот он, да. Он тебя и подкармливает, питает. А, знаете, сейчас я что чувствую? Я чувствую, как бы, вот в аэротрубе когда-нибудь вот пробовали висеть в воздухе. Вот сейчас, кстати, у меня такое состояние, как будто я еду. Я где-то вижу в аэротрубе. Такое, прям, широкое что-то. Как будто шар такой огромный, рядом со мной. Как будто я в большом такой шарке. Прям, в большом таком. Очень приятные ощущения. Ну, на этом мы пристановимся. Я вам очень благодарна. Можем поглубже поработать. Да. Но это не для ролика, да. Это секретные техники, а не только для тех, кто в теме приходит и получает на практике. Да. Для тех, кто хочет попробовать все-таки энергетическую, вот чаистку, энергетическую, энергетическую коррекцию. Правильно, да, выражусь? Вот я блондинка, мне можно ими доходиться. Вот, пожалуйста, обращайтесь к коллегу. Он вам все сделает на высшем уровне. Всем вам благ. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч. С вами был Олег Алабудлин. Пока-пока. Пока. Пока-пока.